Сегодня в очередном видео из рубрики «Личное дело» у нас в гостях Таня Безрукова. Таня играет на скрипке, выступала во Франции, поет и всячески хочет продолжать свою музыкальную карьеру и дальше. Привет, Тань! Добрый день! Рада встрече! Тань, расскажи, пожалуйста, как вообще начиналась твоя музыкальная карьера? Итак, музыка была неотъемлемой частью моей жизни. В нее я пришла, предположительно, года в четыре, когда меня матушка брала на репетиции скрипичного ансамбля «Виола» под руководством Мироненко и Ларисы Владимировны, которая стала для меня настоящим примером красоты, элегантности и истинной леди, я бы сказала. Хотелось бы передать ей большой привет. Я думаю, она обязательно увидит это видео. Сейчас она, к сожалению, не в городе. Лариса Владимировна, большой привет! Я очень вас люблю, скучаю по вам. Пишите письма. Вот. Почему скрипка? Ну... Вот я знаю у тебя как скрипачку. Скрипка... Ну, я думаю, что это дело семейное. Повторю, что у меня мама тоже играет на скрипке. Она посещала музыкальную школу. Затем она здесь, в Сарове, когда приехала в город, стала посещать ансамбль скрипачей. Вот. И, наверное, меня это впечатлило. Скрипка оказалась мне по зубам, по рукам и по душе. Вот. И, по сути, детей особо никто не спрашивает, нравится ли, нет. Ну, видимо, мне понравилось, и мы стали продолжать. А когда начались успехи в музыкальной карьере, меня как ученицы нашей музыкальной школы имени Балакировой, я уже вдохновилась своими победами, успехами и решила продолжать. И даже были идеи поступить в музыкальное училище, но, к сожалению или к счастью, жизнь сложилась иначе. Я решила освоить... Сначала я решила посвятить свою жизнь изучению иностранных языков. Вот. Затем все это приросло в профессию юриста. Да. Собственно, сейчас вот у меня достаточно ответственный год, когда я заканчиваю, наконец, магистратуру НГУ Милбачевского. Вот. И уже надеюсь реализовать себя и в этой области тоже. Ты сказала про музыкальные успехи. Я вот знаю, что был какой-то концерт во Франции. Это точно. Если не ошибаюсь, в 2007 году талантливые ребята из города Саров, в том числе и я, поехали в составе делегации культурной во Францию, в Париж, где мы дали несколько концертов, в том числе в консерватории Мишопена. И это было волшебно, потому что на тот момент мне очень нравилась Франция. И тогда меня так вдохновлял мюзикл «Антердам де Пари». Я читала «Гюго», и это был какой-то подарок судьбы. Вот. Было здорово. Всем понравилось. Вот. Было бы, конечно, замечательно повторить, но больше не случилось таких поездок. Я закончила музыкальную школу и продолжила занятие музыкой как вокалист в вокальной студии «Аллегра» молодежного центра. Руководителем данной студии является Петрус Кенни Ольга Юрьевна. Она весьма талантливый педагог. Мы уже давно сотрудничаем плотно, и она всегда поддерживает наши творческие начинания. Вот. Так что я ей действительно тоже крайне благодарна за все, что она нам дала, все навыки. И я действительно улучшила свою, скажем так, музыкальную технику как вокалиста именно благодаря ей. Что насчет группы БДТ? Группа БДТ, к сожалению, прекратила свое существование, но это был уникальный опыт для меня, потому что мы действительно плотно сотрудничали в рамках этого чудесного проекта, сделали несколько больших концертов с использованием различных театральных возможностей на большой сцене. И, в принципе, работа с людьми, которые имеют большой опыт в мире музыки, живой музыки, это для меня, можно сказать, богатство, которое теперь дало мне небольшой толчок к большему развитию себя как музыканта, как автора. Вот. И хотелось бы тоже передать ребятам большой привет творческих успехов. Я знаю сейчас Диму Чуйков, он продолжил деятельность музыкальной группы в составе группы Тайсо. Вот. И я знаю, они плотно работают, тоже дают концерты. Хотелось бы пожелать им больших успехов. Ты вот говорила, что для тебя твоя первая музыкальная руководительница в плане скрипки стала примером Леди. Ты сама, ну, ты Леди. Я вот себя таковой не считаю. И Леди ездит на мотоцикле, насколько я знаю. Две крайности одной очень спорной сущности. Это нормально. Рекомендую всем освоить этот вид транспорта, потому что это действительно круто, харизматично, удобно. Вот. Во всех смыслах. Причем удобно не просто передвигаться по городу, но еще и путешествовать. Полностью согласна. Вот. Недавно была освоена поездка в Крым на мотоцикле. Это было чудесно, потому что ты всегда занят делом, тебе не скучно. Вот. И все эти физические ощущения. Ветер, шум мотора. Расскажи, ты вот сейчас работаешь в Внеев, насколько я знаю, да? Так точно. Доучиваешься на юриста. Верно. А как же музыка? Как же ты дальше хочешь развиваться? Музыка, как я уже и говорила, это всегда часть меня. И я сейчас, конечно, не могу посвятить себя участию в каком-либо творческом коллективе на постоянной основе и готовить такие шикарные проекты, как у нас были с БДТ, потому что это все очень трудоемко. Но сейчас я стараюсь реализовывать себя как автор некоторых музыкальных композиций, которые мы сейчас с Вовой Марковым хотим записать, собственно, и представить миру. Но какого-то конкретного творческого проекта и какой дальнейшей реализации получатся этих композиций, я не могу предполагать, собственно, амбиции стать всемирно известной. Они уже давно канули в лето, где-то, наверное, лет так, 7 назад. Поэтому сейчас просто творчество ради творчества. Интересно сделать что-то красивое, качественное. Что-то, что можно было бы рассказать людям, идею какую-то донести. Но это все потом, когда уже будет конечный результат. Продолжение следует...